Всем привет! Скоро масленица, а это значит все будут печь блинчики. Да и на завтрак их приготовить всегда можно. Сегодня это будут морковные, яркие, вкусные и нежные блины. Их цвет поднимает настроение, а вкус просто волшебный. Устали от обычных блинов на молоке или кефире? Тогда срочно пробуйте эти. Думаю, вам понравится. Этот рецепт с ингредиентами и пошаговым описанием опубликован на сайте Кукпад. На сайте давно зарегистрировано. Здесь много моих рецептов. Ингредиенты и шаги приготовления указаны подробно, что очень удобно. Публиковать рецепты на Кукпаде легко и быстро. В понравившийся рецепт можно добавить закладки, приготовить и оставить свой фотоотзыв. Попробуйте сами публиковать рецепты. Соберите свою коллекцию, которая будет храниться у вас всегда под рукой. Ежедневно на Кукпад публикуется множество рецептов. Можно найти и море новых идей для ежедневного и праздничного меню. Сохраните их себе, а как приготовите, показать, что получилось. Цвет и вкус блина придаёт морковь. Очищаем 250 г свежего овоща, режем на кусочки и складываем в блендер. Можно натереть на самой мелкой тёрке. Разбиваем яйца. Добавляем сразу 1,4 ч.л. соли. Сахар по вкусу. У меня 2 столовых ложки. Вливаем растительное масло 100 г. Тщательно измельчаем до однородной массы. Просеиваем 200 г муки с чайной ложкой разрыхлителя. За счёт него блинчики слегка поднимутся и будут воздушно нежные. Морковную массу переливаем в чашу. Вливаем 200 г молока комнатной температуры. Размешаем. Добавим всю муку вместе с разрыхлителем. Смешиваем до исчезновения комков. Добавляем ещё молоко, также комнатной температуры, доводя тесто до нужной консистенции. Мне понадобилось ещё 300 г. Чем жиже будет тесто, тем тоньше блины. Берём сковороду с толстым дном, слегка смажем перед первым блином маслом. Отмеряем половник теста, распределяем тонким слоем. Блины жарим на небольшом нагреве, с двух сторон до золотистого цвета. Если будет сильный нагрев, то из-за количества сахара в тесте, блинчики быстрее поджарятся, но внутри будут влажными. Ещё горячие блинчики по желанию можно смазать сливочным маслом. Подавайте со сметаной. Ставьте нравится, делитесь видео с друзьями, оставляйте комментарии. Смотрите этот и другие рецепты на Кукпад. Делайте фотоотзывы на мои рецепты. Это лучшая благодарность. Жду ваших фотоотчётов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...